Сейчас мы рассмотрим с вами частный случай вписанной и описанной окружности. Мы поговорим про описанную окружность около квадрата и что будет, если окружность вписана в квадрат. Все правила, которые вам известны про описанные и вписанные окружности в четырехугольнике, они сохраняются. Но у квадрата можно заметить некоторые, скажем так, лайфхаки, хитрости, которые помогут вам быстрее решить задачи. Задачи такие встречаются достаточно редко на экзамене, но мы на всякий случай к ним тоже готовимся. Давайте посмотрим на описанную окружность. Что здесь интересного можно провести? Если мы сейчас с вами проведем диагональку квадрата, то можно заметить, что для окружности это будет уже диаметр. Там, где пересекаются диагонали, у нас будет с вами центр. И можно сказать, что вот эти отрезки у нас будут одинаковые, это будут радиусы. То есть, если мы назовем это отрезок АВ, то мы можем сказать, что АВ с одной стороны это диаметр окружности, он стоит из двух радиусов, с другой стороны это у нас диагональ. Чем прекрасна диагональ? Она делит нам наш квадрат на два прямоугольных треугольника. А прямоугольный треугольник – это сразу куча теорем, например, теорем Пифагора. Если что, может нам здесь пригодиться. Так, вписанная окружность в квадрат. Про вписанную окружность мы знаем, что сумма противоположных сторон тогда должна быть равна. Но у квадрата это выполняется, у него вообще все стороны одинаковые. Что здесь можно заметить интересного? Верхнее и нижнее основания квадрата параллельны. Поэтому, если мы проведем с вами здесь тоже диаметр, то диаметр здесь будет у нас выполнять с вами функцию еще и высоты. То есть здесь диаметр будет по длине такой же, как высота. Или, иными словами, такой же, как сторона квадрата. Потому что сторона квадрата идет под прямым углом, она одновременно у него является и высотой. То есть мы можем сказать, что наша ЦБ с одной стороны – это диаметр, а с другой стороны – это или высота, или сторона квадрата. Ну, по крайней мере, она равна стороне, давайте так скажем, равна стороне квадрата, чтобы было понятнее. Давайте тогда посмотрим задачи, которые могут вам встретиться. Первая задача у нас с описанной окружностью. Картинку я привела, и в экзамене, в первой части, они тоже дают картинку на эти задачи. Сторона квадрата равна 12 корней из 2. Не очень красивое число, но мы можем подписать, что каждая сторона – 12 корней из 2. Так, найдите радиус окружности, описанный около этого квадрата. Так, меня просит радиус. Радиусы можно обозначить буквой R, или я могу сказать, что радиус у меня здесь где проведен. А вот у нас есть радиус – это OB или OD, да, это радиусы. То есть, например, BO меня просят найти. Хорошо, пользуемся тем, что мы с вами поняли, что диаметр будет диагональю у квадрата. Значит, у нас получается, что треугольник ABD прямоугольный. Мы в нем знаем две стороны, хотим найти третью. Мы хотим найти гипотенузу. Как ищется у нас гипотенуза в прямоугольном треугольнике? Это сумма квадратов катетов. Прямоугольный треугольник мы тоже с вами вспоминали. Теперь осталось дело за малым. Нужно это все посчитать. Аккуратно вписываю 12 корней из двух в квадрате. Беру скобки, потому что все это число в квадрате. И второе число аналогичное. Как считается у нас такое выражение? Если два числа в какой-то степени, то степень идет к каждому числу. Тогда 12 в квадрате, по таблице квадратов смотрим, это 144. Умножить, потому что 10 у нас умножит. Давайте отдельно разберем. Корень из двух в квадрате. Корень из двух в квадрате – это у нас с вами будет… Так, не очень удобно сказать. Корень из двух в квадрате. Если корень встречается с квадратом, то они друг друга уничтожают. Остается просто число, которое стояло под корнем. Эту алгебру немножко напоминаю. Здесь будет 2 плюс аналогичная ситуация – 144 плюс 2. Ну и дальше… умножить, извините, на 2. Ну и дальше нужно посчитать каким-то способом. Ну, наверное, давайте посчитаем просто по порядку. 288. И здесь у нас 288. И все это вместе мы подсчитываем. Это у нас получится 576. И дальше нам нужно опять посмотреть таблицу квадратов. Какое число будет в квадрате давать 576. Я думаю, что вы уже научились пользоваться таблицей квадратов. Я подсматриваю в нее. У меня получается, что BD – это 24. То есть 24 в квадрате – это 576. Что мы нашли? Мы нашли все BD. Нас просили, найдите радиус. То есть BD у нас сейчас диаметр. А если просят найти радиус, то есть, например, BO, мы просто делим пополам. И даем ответ, что у нас радиус 12. То есть, в принципе, нет ничего особенного, но у описанной окружности хочется, чтобы вы проводили диаметр… не только диаметр, чтобы вы проводили радиус или диаметр так, чтобы вам это было удобно. То есть, например, провести радиус вот так, просто вниз, а нам здесь это неудобно. То есть у нас это будет какой-то такой не очень удобный отрезок. Он будет лежать и в окружности, но не полностью лежать в квадрате. И непонятно, что с ним делать. То есть никакую фигуру он нам не помогает создать. А вот если мы будем проводить в уголки квадрата, то у нас будут получаться какие-то уже более интересные фигуры. То есть хотя бы треугольники какие-то получаются. А если провести вообще диагональ, то получается у нас прямоугольные треугольники выходят. То есть очень удобно. Давайте посмотрим теперь про вписанную окружность. В ней намного легче. Такая задача. Радиус окружности, вписанный в квадрат, равен 6. Найдите площадь квадрата. Вот тут тоже как провести радиус. Кто-то захочет провести так. Кто-то захочет радиус провести так. Кто-то просто вверх. Вот как удобнее? Удобнее так, чтобы этот радиус как-то касался вашей фигуры тоже. Чтобы он как-то в фигуре был. То есть если я провожу вот такой вариант, второй, который я показала, он получается в квадрате, но как-то не особо заметен. А вот если я его проведу вверх или прям ровно вбок до касания с квадратом, то уже получается как-то поинтереснее. Давайте проведем вот как у меня на картинке вверх. То есть у нас МО получится радиус. А если я проведу еще вниз, то это у меня получается диаметр. То есть у 10 у меня 6. И здесь получается 6. Вспоминаем, что диаметр будет равен стороне квадрата. То есть диаметр 12. Значит, сторона квадрата у нас тоже 12. Все. Нас дальше просят найти площадь квадрата. Дальше мы вспоминаем, что площадь квадрата – это просто длину умножить на ширину, а не одинаковые у квадрата. То есть нам нужно 12 умножить на 12. И опять таблица квадратов дает вам ответ 144. Вот и все. Пытайтесь проводить более удобно радиусы или диаметры. Если окружность описанная, то лучше проводить ее в углы квадрата. Если окружность вписанная, то лучше ее проводить сверху вниз или вот горизонтально проводить так, чтобы квадрата касались радиусы или диаметра. Продолжение следует...